Новый год в нашей стране отмечается с размахом. И главный атрибут этого замечательного праздника, конечно же, новогодняя елка. Как же выбрать елку для Нового года и дольше сохранить ее красоту в домашних условиях? За ответом на этот вопрос мы обратились к Деду Морозу-эксперту. Вместе с Дедом Морозом мы попали на елочную ярмарку, которая развернулась возле магазина застройщиков. Здесь имеется сертификат качества, подтверждающий, что сосны экологически чистые. Поэтому мы и решили выбрать елку для Нового года на этой ярмарке. Первоначально проверим елочку на гибкость. Если мы возьмем веточку и так вот согнем ее, и она возвращается в первоначальное состояние, то елка свежая, хорошая. А если она сломается, то значит елочка уже старая и сухая. Иголки должны быть темно-зеленые и мягкими. Для этого мы отрываем иголочку от дерева. Вот она мягенькая. А на дереве должно выступить капелька смолы. Значит дерево у нас свежее, свежесрубленное. Значит мы ее возьмем. И последнее. Возьмите ель в районе середины и резко ударьте спилом о землю. Если с елки упали иголочки, значит дерево старое. И оно у нас долго не простоит. А вот у нас вот даже ни одной иголочки не упало. Значит это дерево у нас простоит. Весь Новый год и будет радовать нас и наших детишек. Елку здесь можно подобрать не только для семейного праздника, но и для корпоратива или детского утренника. От полутора до пяти метров. И цены доступны от 250 рублей. Такая же ярмарка организована на Южном рынке возле магазина «Курочка». Дорогие друзья, 22-23 декабря мы решили устроить новогоднюю елочную ярмарку. Ярмарка будет проходить с конкурсами, на которых разыграется главный приз елка. А для всех покупателей лесной красавицы в эти дни предусмотрены подарки. Геннадий Шаталов более 10 лет занимается поставкой и реализацией лесных красавиц из Ульяновской области. Самое большое поставляет на детские утренники в ДК, детские сады. А детям-инвалидам в этом году он привез елки бесплатно, чтобы у них появилось праздничное настроение. Как дольше сохранить елку дома? Чтобы купленное дерево дольше стояло в квартире и не теряло свою красоту, нужно провести ряд мер. Прежде всего, не стоит сразу заносить лесную красавицу в дом. Нужно первые пару часов подержать елку в коридоре, а уж потом вносить ее в квартиру. Можно установить новогоднюю красавицу, используя вот такую подставку. Но лучше всего ставить вкатку с песком. При этом, чтобы елка не теряла свою красоту и аромат, в песок следует добавить пол-литра воды, предварительно растворивая в них 2 столовые ложки сахара и таблетку аспирина. Ну и напоследок, хочется пожелать выбрать красивую новогоднюю елку, под которой загаданные желания обязательно сбудутся. С наступающим вас Новым годом! Инна Костромина, Дмитрий Лысцов, Александр Куличенко, телекомпания «Премяусе». Дмитрий Лысцов, Александр Куличенко, телекомпания «Премяусе», 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 «Премяусе». Дмитрий Лысцов, Александр Куличенко, телекомпания «Премяусе», 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 «Премяусе».